МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщину с помпоном видите? Да. Ольга Шахова, 37 лет. Старший специалист в МФЦ. Замужем, детей нет. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Олег зовут. Очень приятно. Спасибо, что вызвали мне помочь. Мне ваша передача очень нравится. Начала смотреть где-то полгода назад. С мужем? Не, муж пару раз посмотрел со мной. И сказал, что ему таких детективов на работе хватает. Где это он работает? 15 лет он почти работал в полиции. А сейчас работает в торгово-развлекательном комплексе, в службе охраны. Ну, понятно. А что у вас за подозрения? Начала замечать, что по телефону старается при мне не разговаривать. Кто-то звонит, он уходит на кухню, там шепчется. А еще, если я сама звоню, ему днем трубку не берет. Рубашки стали духами женскими пахнуть. Ну, в общем, все, что в вашей программе рассказывает про подозрения, все можно про Рому рассказать. Но какое-то конкретное есть у вас подозрение? Такое конкретное. Был начальником дневной смены в охране, а тут недавно перевелся я на ночную смену. Как он это объяснил? Сказал, что днем, мол, встает, а ночью загруженность в комплексе поменьше, и зарплата почти такая же. Ну, я не стала ему заражать. Хотя сама работаю по будним дням, как положено, с 10 до 7. А муж во сколько на работу на ночную смену уходит? Ну, где-то в 6 вечера уходит, и утром приходит. Как он передвигается, на своем автомобиле или на общественном транспорте? У нас есть машины, но Рома не любит ездить на работу на машине. Утром, вечером пробки. Так по выходным ездит на любимую охоту. Охотник? Охотник. Ружье есть? Есть. Давайте установим камеры в вашей квартире. Давайте завтра. Сегодня он дома, а завтра уйдет на работу. Ключи я вам дам. Отлично. А говорим, удобное время. До свидания. Счастливо. Расследование по новому делу началось на следующий день. Оперативники взяли под наблюдение дом, где проживают супруги Шаховы. Роман Шахов, 41 год. Начальник смены в службе безопасности в торгово-развлекательном комплексе. Женат, детей нет. Рулейку готовьте. Так, пешеход, вижу, пошел. Группа веса, готовьтесь тоже приступить. Ждем отмашки, Дим, твои. Да есть уже отмашки. Да есть уже отмашка-то. Работайте, давайте. Пока наш подозреваемый едет на работу, оперативники занимаются установкой системы видеонаблюдения в квартире Шаховых. Олег, а покажи, где сейф. Ты сейфико-оружение видел? Нет, лично не видел. Нормальный махин. Зафиксировали все, ознакомились. Сейф в шкафу находится спальня. Дим, у тебя все нормально? Картинка да, звук да. Спасибо, уходите. Прекрасно уходит, ребята. Начинаем работать. Приняли объекты. Внимание, увидел наш объект. Наступил второй день наблюдения. Наш подозреваемый сдал смену и вышел с работы. Однако, несмотря на усталость, домой Роман не торопится. У него есть какие-то дела. Ждет кого-то явно. Да, такая женщина. В розовой гофтике. Забыл спросить, завтра в селе? Да, конечно, как это договаривались. Что, не холодно тебе? Лариса, тебя проводим? Нет, спасибо. А то муж опять приревновал. Женщину зовут Лариса. Отношения теплые. Похоже, что Лариса и Роман работают вместе. А значит, много времени проводят в обществе друг друга. Очень может быть, что муж приревновал свою супругу не просто так. Интересно, какие у него были основания? Как бы то ни было, Роман, расставшись с Ларисой, вернулся домой и лег отсыпаться. Идет третий день наблюдения. У нашего подозреваемого сегодня выходной. Он пока проводит его дома. Ничего интересного. Денису же позвонила Ольга и попросила с ней встретиться. Здравствуйте, пожалуйста, вот сюда. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Есть новости какие? Ну, особенно тревожных пока нет. Но присмотреться есть к кому. Речь идет о его коллеге, который с ним работает в ночную смену. Да, кто это? Лариса ее зовут. Сейчас я покажу вам их общение. Нам показалось оно таким теплым достаточно. Забыл спросить, завтра все ли? А я ее знаю. Мы с ней на корпоративе у мужа познакомились. Это все, что мы увидели. У них еще одна встреча планируется. Сегодня какая-то, не знаю, с такой целью. Вы думаете, он изменяет мне с ней на работе? Это пока лишь предположение. У нас нет никаких фактов. Давайте дождемся их. Звоните тогда. Да, Ольга, конечно. До встречи. До встречи. Уходят женщины, уходят женщины. Продолжаем по плану действовать. Спасибо большое, ребят. Несмотря на то, что день сегодня нерабочий, Роман приехал к своему торговому центру. Видимо, он здесь собирается увидеться со своей коллегой Ларисой, как они и договаривались. Привет. Привет. А где ружье? Какое ружье? Там только милкашка и пневматик. А у меня целая пучка. Хочешь, чтобы я там вести разницу, что ли? Они в мир собрались. Вот в чем дело. Чем ты там стреляешь, господи? Она на третьем этаже есть. Похоже, коллегам недостаточно того времени, что они вместе проводят на работе. Отдыхать им тоже хочется вместе. И чтобы разнообразить свой досуг, они решили пойти пострелять в тир. Интересно, муж Ларисы знает, где и с кем сейчас его жена? Объект во дворе зафиксирован. Наша команда ведет наблюдение за Романом Шаховым по просьбе его супруги Ольги. Мужчина провел с Ларисой в тире пару часов, а сейчас возвращается домой. Ничего сомнительного, кроме легкого флирта, вообще ни коллег мы не заметили. Чего ты на наш автобус так посмотрел? Странно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, было такое дело? Да, привет. Звонит кому-то? Да, нормально. Что там? Достаточно серьезно звучит. А что по поводу завтра? А, да-да-да. Да, конечно, да, все в силе. Конечно. На квартиру готовьтесь переключаться. Давай. Принято. Роман запланировал на завтра еще какую-то встречу. С одной стороны, нам не в чем упрекнуть мужчину. Подумаешь, сходил с коллегой в тир. Но с другой стороны, уж слишком у него свободный и независимый образ жизни. Продолжаем наблюдение. Наступил четвертый день наблюдения. Свой второй выходной Роман тоже, похоже, собирается провести как-то активно. Сейчас он ждет того или ту, кто сегодня составит ему компанию. Ну, так он и дрется здесь, в метро кого-то ждет. Наверное. Ну, привет, Тамара. Ты сегодня помнишь. Тамара какая-то новая? Продел. Да, не было такой раньше. Давайте работаем аккуратно. Помним, что 15 лет отслужил в полиции. Возможно, глаз даже наметан. Поэтому не спалитесь. На этот раз какая-то Тамара, которая обычно опаздывает. Неудивительно, что Роман не берет трубку днем, когда ему звонит жена. Он ведь постоянно занят. То одну женщину выгуливает, то другую. На супругу времени не остается. Слушайте, ну, прямо ловелас у нас. Ловелас идет к дому, вот это важно. Небольшая прогулка, и вот уже Роман с Тамарой приближаются к дому нашего подозреваемого. Похоже, мужчина ведет даму к себе в гости. Это они притормозились-то. Ну-ка, подождите. Ром, ты что? Вот эти все машины, которые у нас в воду. Ребят, похоже, он может быть автобус. И чья, тут чей хозяин. Ну, вот этот автобус, он какой-то залетный, подозрительный. Точно, Роман. Да? Ну, постол, сейчас нас фоткаем. Парни, аккуратненько шифруемся там. Пошел номер фоткать. Ну, это-то мы как-нибудь переживем. Слышал, у нас идет фотка, прием. Да, не паникуем, тишина в эфире. Дим, ты сам не ори, чтобы он тебя не услышал. Да нет, вроде нормальный. Ладно, пойдем. Узнаем, нормальный, ненормальный. Но номера он зафиксировал. Судя по всему, Роман был хорошим полицейским. И не потерял былую хватку. Наш микроавтобус стоит здесь уже четвертый день. Но обычные люди и через месяц бы не обратили внимания на постороннюю машину в своем дворе. Алло, Сань, привет. Что ты как служба? А нет, Саня какого-то. Да, нормально, потихоньку. Слушай, Сань, я тебе сейчас номерок один скину. Прогни, пожалуй, с вами. Да, он пробивает нас будет. Что за машина и кто собственник? Хорошо? Наберешь тогда, да? Все, хорошо, Саня, сюда вы, спасибо. Закиньте информацию, может, нам, чтобы не дали дело уходить. Переключаем на квартиру. Да, принято, Дим, переключаем. Так вот я свяжусь с Алиной Васильевной на своих случаях. Мы встретились с достойным соперником. У Романа есть такие же возможности, как и у нас, для установления разных сомнительных личностей. Это даже интересно. Это вызов нашему профессионализму. На Тамару история про странный микроавтобус вообще не произвела никакого впечатления. У женщины все это время голова была занята чем-то другим, чем-то серьезным и важным для нее лично. Это правда, что ты вчера Ларису втирывала? По сцене ревности. Это тебе уже наши коллеги натрандили. Женщина, эта женщина тоже сработает. Значит, из-за нее ты привелся в ночную смену, да? Приехали. Ну нет, конечно, я же тебе объяснял. Ничего себе! Эта коллега устраивает нашему подозреваемому самую настоящую сцену ревности. Кажется, тут все ясно. И нам остается только подождать неизбежной развязки. Интересно. Я тоже втир хочу. Так, дильный контакт. Это тир. Тир это фигня. Поедем с тобой на пляжу, возьмем настоящий ствол и подстреляем уточек. Тут началась охота у нас. Этот охотник и без ружья настрелял себе много уточек. Привет, Дэн. Ну, непонятно, что у Романа с Ларисой, но знаем, что у него с Тамарой. Изменяет он жене именно с ней. Я так понял, тоже коллега какая-то по работе, как и Лариса. Ну что, сообщай Ольге. Все, я жду вас. Давай. Пока любовники продолжают наслаждаться обществом друг друга, Дмитрий встречает Дениса у дома Шаховых. Им предстоит дождаться заявительницу и рассказать ей правду о неверности мужа. Дим, прием. Да. Там разговор? Интересно, наверху. Даем тебе картинку. Давайте послушаем интересный разговор. Пробили? Угу. Ну что ж, пусть знает. Теперь уже не страшно, я думаю. Нас хотя бы не видно здесь, нет? Нет, здесь точно. Чуйка? Или перестраховка? А ты что так занервничал-то? По парам связи? Профессионал. Ты думаешь, тебя, что ли? Жимой, беззвездно. Она не одевается, скоро будет выходить. Лучше перейдеть, чем не допить. Ой, да она не догадается, ты что? Дим, внимание, увидел заявительницу я в соседнем дворе. И сейчас будет у вас. Принял, ждем. Справа от основной оси выходит она из-за угла. Да, Дима увидел. Вот, это за нашего автобуса встречаете. Звук дайте на седьмом канале. Ребят, как дела? Да, с другим, к сожалению. Все-таки есть измена. С коллегой. С Ларисой? Нет, другая его коллега. Зовут Тамара. Знаете такое? Наверное, догадываюсь. А можете показать видео? Покажу вам видео. Может быть, вспомните. Ну вот, ситуация вам теперь полностью понятна. Что будем делать? Как думаете, они там что, собираются на выход? Да. Пойдемте. И, может, сейчас с ними столкнемся. Началась операция, все идем туда. В подъезде уже ждем вас. Увидели на этаже, четко все. Подходим к квартире, внимание, там ружье, например. Добро пожаловать еще. Да, надо аккуратней сейчас, конечно. Роман, какой же ты подлец. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Ружье в подлеце еще. Да. Вы же уже после. В подъезде очень рады. Стой, тихонечко туда зайди. Молодец. Звань, давай. Куда? Да ты сама. Кто такая? Ты на себя посмотри. Ты на себя посмотри. Саша, перекрой шкафчик. Молодец. Меньше, Роман. К сейфу просто не надо вам. К сейфу вас в них не пустят. Ну да, опасные связи. Вы прекрасные дома. Это Александр. Роман, по-хорошему вас просим. Не надо лезть в сейф. Не ломай, просто держи. Позвоните. Кто? И вы. Упухли вас и вот этого. Серьезно? Ну звоните тогда. Нельзя посмотри. Успокойся. 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 Да, все равно, плетко не подходи. Оставай, встану справа. Ну, вы. Успокойся. Не проваливайся. Залай. Никому придется. Успокойся. Давай, сми тоже. Гадина. Собирай. И ты такой же гад. Давайте быстро отсюда проваливайся. Все. Любовница уходит. Сапог. Уже вы. Не того навалитесь. Вы скоро узнаете. Роман, вас скорее на луну пригласят в работу, чем в этом что-то сделаете. Да, вас пробили уже, ребята. Вы знаете, кому вы пришли? Кому? Кому? Ну, скоро узнаем. А ты вот. Если в темнице пошли. Думала, все и подняла. Угрозы пошли к нас с адресом. Готовы? Дай зубу давай. Да, мы готовы. Да, Роман. Прекрасно, не сомневался в ответе. Многозначительный. Какой позор. А я просто с Ириной Васильевной пообщался. Она сказала, просто не обращай на этого человека никакого внимания. Лая, кстати, вышла с женщиной и уходит. Не ведите. Мы не знаем, что там еще Роман выкинет. Но я думаю, что громкие слова, они, как правило, делами не заканчиваются. Это все были внешние эффекты, психиоугрозы. Гораздо красноречивее, что он просто взял и ушел, оставив вас здесь. Вот это, конечно, его характеризует полностью. Мы не могли бы меня сейчас оставить. Может, кого-то вас отвезти? Нет, нет, все нормально. Нормально? Спасибо. Вы на связи или что звоните, ладно? Хорошо, ребят, спасибо. Ну, пойдем. Тихо, аккуратно, покидаем квартиру. Окей. Наблюдение оставил пока, да? Давай. Ну что, настоящий мужчина? Угу. Выступил по-мужски. Врядом их поугрожался? Ну, эта же женщина для него ничем серьезным не является вообще. Отношения с ней не являются серьезными для него никак вообще. Зачем он с ней ушел? Впереди он сохранил лицо, а здесь он терял все. Получается, я сделал свой выбор. Получается так. Стоп. Свои угрозы в адрес нашей команды Роман так и не осуществил. Супруги Шахова разводятся. Они в судебном порядке делят совместно нажитое имущество. Продолжает ли Роман отношения с Тамарой или кем-то еще, нам неизвестно. Роман отношения с Тамарой или кем-то еще.